Ох, ребят, как же я все-таки обожаю эту тачку, просто вы посмотрите, аудюха. Но сегодня мы поговорим вот о той Шкоде Октавии. Что же такое случилось с пружиной у этой Октавии? Либо это заводской брак, либо это немного слукавил сервис, чтобы чуть-чуть заработать. Мне все-таки кажется, что это будет заводской брак. Начинаем. Итак, что же нам потребуется? Ключ, машина, ну и, конечно же, домкрат. Блин, парень, не хотел, конечно, говорить это, но, короче, упал недавно с самоката. Очень сильно упал. Маленькая трещина в ребре. И очень, очень проблематично откручивать колеса. Прям очень проблематично. Кое-как сейчас это сделал. И поставьте ваш царский лукас, а, пацаны, вот он мне очень сильно поможет, этот лукас. И комментарий, обязательно комментарий. Еще что хотел сказать. У Октавии домкрат гораздо удобнее и практикней, нежели чем у Рапида. Сейчас снимем колесо и посмотрим, что там у нас с пружиной. Снял левое колесо, так как и говорили, где сломана пружина. Ну, что-то либо я дурак, либо сервисы все-таки дурят. Потому что, ну, пружина целая, парни. Ну, прям вот, посмотрите сами. Пружина в норме. Так, ну, сейчас давайте тогда снимем правую сторону и посмотрим. Ну, блин, прям тяжело, конечно, это все делать. Но что поделать надо, надо. Ладно, пошли правую снимать. Господа, складывается очень интересная ситуация. Очень интересная, потому что ролик планировался сниматься вообще про то, что у Skoda на пробеге, там, 61 тысяча, на самом деле, это обнаружилось якобы на пробеге 58 тысяч километров. На машине 6 лет. Что лопнувшая пружина. Задняя лопнувшая пружина. Сейчас снял левое заднее колесо. Про лопнувшую пружину, кстати, сказали на сервисе. Возможно, я в конце ролика скажу, что это за сервис был. Снял левое колесо, как вы видели. Пружина целая, ничего не лопнувшая. Правое колесо решил не снимать. Поднял машину на максимум. Сейчас залез под машину. Посмотрел пружину. Пружина тоже целая, то есть лопнувшего, ничего нет. Если бы она даже была лопнувшая, то, во-первых, она бы гремела на ходу очень сильно. Во-вторых, как минимум, машина бы просела очень сильно. Опять же, было бы занижение. Вот. Так, стоп, пацаны. Кажется, я нашел. Ага. Так, а может быть, не на еб сервиса. Вот там вот видите что-нибудь? Вот там. В самом низу, вон. Там, короче, сломанный кусок пружины. Вон там. То есть она ломилась в самом, в самом низу вообще полностью. Это уже интересно. Это уже очень-очень интересно. Ну да, получается вот здесь. С сервисом разобрались. С сервис не обманул. Теперь другой вопрос. Как и почему она сломалась именно в том месте? Очень странно, очень непонятно. Ну ладно бы она сломалась где-то, ну ближе к середине, не знаю, или еще что-нибудь. Ну, возле самой нижней чашки, у упора. Очень странно. Видимо, какой-то заводской брак. Ну, если бы это был заводской брак, опять же, значит, она бы сломалась в первые километры. А тут за 6 лет. Ладно, парни. Я попрошу, когда пружины поменяют, чтобы привезли пружину. И мы с вами вместе разберемся, что с ней такое было. А на этом, я думаю, что будем заканчивать. Огромное всем спасибо. И пока. Подписку не забывайте, колокольчик и комментарии с лайками. Субтитры сделал DimaTorzok